подошло время обедать настроение конечно же начинает подниматься к верху одним словом все хорошо глядя на такой обед не только настроение и уши зашевелится и все подымется сейчас покажу вам какой у нас вкусный обед суп куриный с вермишели я уже пробовал пальчики оближешь салат из топинамбура я так думаю да и моркови колбаска сырок лук что немаловажно в наше время очень актуально зима коронавирус и все прочее ну и у татьяны такая же тарелочка супа такой же салатик я думаю ничем не отличается одним словом будем обедать приятного аппетита спасибо я накрыла все на стол обед и как всегда сашу за угарь саша все на столе а он идет из комнаты что-то бугненька что-то там бугнишь забыла добавить дорогой а дорогой прошу к столу ну вот теперь все всем добрый вечер всем здравствуйте сегодня мне поступил звонок на мобильник ну я знаете как алё алё какой-то банк смотрю в банк на телефоне какой банк зачем мне этот банк алё алё здравствуйте здравствуйте вот то-то то-то я раз строю телефон саша спихнул поговори я не знаю что они хотят эти банки кредиты мы не берем у нас никаких долгов нет короче саша взял телефон я говорю алё я вас слушаю здравствуйте этого бел-бел-бел банк та-та-та-та-тара торит это младшие как я денег научных сотрудников его и кто кто младь младший сотрудник ягаю представьтесь вас что вам надо я рифами ли иммун . кочеренко ты-то я еще раз говорю ему записываемест не Tara Turki я уже был расположен к тому что это аферисты потому что первая фраза началась того что белбанк понимаете нет у нас белбанка у нас есть бел инвестбанк бел агропромбанк белгазпромбанк белорусбанк и так далее но белбанка у нас нету он мне что-то сказал про аферист сейчас аферистов много я так поняла что карточку про карточку речь мне тоже протараторил как как отчина штат этот 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 участили случай мошенничества связи с этим просьба от это я что вы хотите я не так быстро я вот это вот сейчас вам объясню я ну и потом уже вот начались мои правами или меч представьтесь мы сейчас запишем я записала я еще раз повторите название банка и что вы хотите пауза такая я говорю то что за лохотрон такой пауза и бросили трубку ну и саша вычислил откуда это был звонок посмотрел первые цифры плюс 370 или литва или латвия не буду утверждать привет литва и латвия у нас там зрители есть да привет вам привет но мошенника везде хватает так что на всякий случай будьте осторожны и это касается не только белоруссии актов актуально не только для нашей страны но и для всех как говорится для всех стран мошенники не дремлют просят сообщить номер карты с одной стороны потом три цифры с другой стороны не вздумайте давать никому ничего не сообщайте я в интернете знаете какой ну курьезную историю прочитал рассказали позвонили так таким образом женщине она сразу сообразила что это мошенники и начала сама разводить их потихоньку потихоньку решила решила просто поиздеваться по-русски говоря поступила в итоге такая просьба говорит а вы скиньте с этой карты там что-то скиньте сначала номер она говорит что что ну и фраза такая скиньте мол она говорит да я уже скинула тут говорит машине я ничего не вижу ничего не прошло куда скинули она говорит куда куда просили карту на пол со стола взяла и скинула ну тут он уже понял что над ним издевается и тоже произошел обрыв связи если какой банк звонит вот я гри саша я скажу я сейчас к вам приду где-то ну скажите адрес это какой банк не будет ничего требовать никаких цифр никаких ничего да если будет требовать вы говорите мы сейчас к вам придем вот с этим телефоном и в вашем заведении в вашем банке решим все вопросы так что ничего не не сообщайте не говорите ничего идите в банк и спрашивать что они от вас хотят а самый лучший вариант бросьте карту на пол вот и все так они сразу кинут трубку куда мы идем мы идем магазин какой спорт туризм приглашаем вас с собой все протекло снежок тает слякоть снег мокрый такой то снеговиков лепит кто на великов катается идем дворами людей здесь меньше так грязно идем параллельно бульвару зашли во двор так что-то мне показывает вот бульвар у нас как весна уже капель слышно да ляп-ляп наш любимый магазин фирменный магазин вера от брестского мятокомбината через дорогу магазин хлебосоль я бакалея кафешки перфект кафе перфект вкусные хлебобулочные изделия выпечка привет добро пожаловать панкейк вас приветствует кафешка с вкусными пирожными а на углу открыли гуртовня называется магазин ну типа златицы если кто знает магазин златица на бульваре по принципу заходишь выбираешь подходишь на кассу рассчитывайся но такая система есть немножко подешевле разные товары написано продукты по низким ценам бульвар космонавтов 65 бесплатная реклама обязательно спросят нас адрес смотрите видео сэкон дрэкон зоомагазин магазин крепеж инструмент потом аптека потом уже спорт на углу магазин игрушки магазин спорт и туризм напротив школа номер 3 на входе клеенки магазин уже поделен давно на части как заходишь как я называю рыбацкий магазин большой тут достаточно выбор удилищ катушек так дальше кое-чего то что как и раньше было крючки лески поплавки тренажеры глянь таня есть что интерес клеенок нет нет не интересно что тут у нас есть велики видите ассортимент никакой раньше было этих велосипедов все что-то происходит как-то нет масло подевалась куда-то великов нет так сейчас посмотрим когда-то мы видели здесь прощай молодость прощай молодость сколько стоит он 22 рубля вот такой вариант это вот сукно искусственный раньше натуральная это вот искусственно она теплее я не только мих искусственных среди не какой-то не рыбий на рыбий меху на чешуе на чешуе тапочки ничего только матки какие-то подошва как-то больше похоже как для улицы если эта цена 16 48 интересно что это за них размеры маленькие 15 рублей вот такие можно мне купить на дачу тоже тяжелые тяжеленные по грядке ходить на грядке зато ли он на нога будет дышать а это химия это легкие вот тоже вот эти полегче чем все-таки есть кстати есть только у меня на шнурочках стоят будем носить 14 рублей вот мне какие нравится акции 1460 хорошенький лен натуральный лен ничего так чё тут еще вам покажу нам посмотреть шлюпки у меня есть такие тебе не надо такие пластмасски у меня есть полнота 970 нет такое не надо в душ ходить есть у меня в душ вот еще ничего на дачу бегать 21 42 хорошенькие но это че то лыжи такие длинные еще лыжи всякие размеры вот твой размер мне надо цветить о это большие 38 с половиной 25 о ничего симпатичного сказали сверху натуральная замша а мех искусственный нет горит ни одних тапок с натуральным мехом а сколько они стоят Саша вот эти мне понравились 1648 1648 вообще натуральные там остались партия одна большая но остались все что есть можно купить такие то есть у кого тяжелые ну ничего вот когда прохладно в хате всем привет мы нагулялись присмотрели Тане теплые тапки в магазине спорт и туризм и возможно завтра пойдем и купим что у нас на ужин ребята гречневая каша курица запеченная что вкусно как Таня говорит и полезно это у нас капуста капуста квашеная которую делали сами очень вкусная с тмином еще мы туда добавляем немножко сахара и подсолнечного масла да там такой рецепт это морс клюквины что у нас здесь хрен а вот это я затрудняюсь а это неженка я делаю сама здесь у меня протертые ой так просто не откроешь открыл молодец это неженка здесь сгущенное молоко груши пюре из груш и яблок храню в холодильнике а я делаю кстати очень вкусные вот я сделала 2 баночки Галины Степановны 2 баночки Саши и 2 баночки себе Галина Степановна уже съела и сказала говорит Танюша очень вкусно получилось а мы еще раз не пробовали давай сейчас и мы попробуем если нам понравится значит будем практиковать такое делать на зиму заходили в магазин перфект Таня купила как всегда то что она любит себе это слоечка треугольничек с капустой а мне вот такую маленькую булочку как я говорю чичибата я не помню как она правильно называется чабата чичибата ну что-то с этой степени чичибата темная хорошо мы голодные сейчас на все набросимся читали вновь поступившие комментарии ну и так аж рассмеялся хотела на вас подписаться но не буду я обиделась за то что вы на 38 размер так что вот оскорбляйте людей с большим размером обуви ну прям таки кудыкам милые женщины мне тогда было я молоденькой была я вам же говорю это мое мнение я молоденькой была а сейчас я бы с удовольствием если у меня был 38 39 я бы ходила твердо по земле и не падала а то я до сих пор еще спотыкаюсь и падаю представляете вот из саша говорит это то что у тебя маленький размер ножки нет устойчивости я высокая так сказать не худая и мне бы как раз вот подошел лыжный размер как Саша не скажет ну ладно мы шутим все со смехом это смех шутка что уж так серьезно это все действительно воспринимать ну лыжи так лыжи а еще а лыжи это хорошая вещь а мы кстати сегодня вечером встретили Танюшу и Виктора это канал интересно жить заходите это брещане наши соседи Танюша тоже показывает и город много что рассказывает она рукодельница вяжет красиво они недавно переболели так что заходите помогите добрым словом поддержите да хороший канал вот болели ничего не снимали потому что нет сил ну ничего Танюша Виктор вам привет от нашего канала обязательно угостим вас витаминами а то все никак не могли встретиться думать где они пропали ну сегодня вот мы случайно встретились они как раз подъехали на машине и мы идем побеседовали еще раз привет этому каналу развиваться успехов а мы будем ужинать вперед налетай а 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 в